всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня решил заморочиться приготовить хот-доги такие какие сам бы захотел съесть они будут не с сосисками а с колбасками колбаски будут домашние на гриле из баранины с двумя соусами фарш для колбасок буду рубить вручную короче планов громадье а съемочный день и резиновый так что поехали вчера купил вот такую баранью ножку барашки здесь продаются молоденькие совсем мясо толком нагулять не успевают про курдючных наших краях даже никто не слышал поэтому в колбаске сегодня пойдет сало иберийской свиньи вот такой интернационал что приступим а что придать восточному колориту в сегодняшнем блюду резать буду мясо и остальные овощи вот такими пчаками новое прочтение от самура зарекомендовавшие себя в веках формы в них соединение древности и современных технологий нет аутентичные чайки хороши но куются из мягкой стали и в результате править приходится постоянно буквально там локуцу нашинковал тут же на донышке пиалы правишь в этих ножах пакетный дамаск от таких у steel corporation внутренний слой из vg-10 закаленные до 60 шерси это в это дофига я вам скажу а наружной оплатки из мягкой sus 405 по 33 слоя с каждой стороны то есть на этом сталитейном заводе наберут vg-10 полосу термообрабатывают его до твердости 60 шерси это это очень много потом накладывают с двух сторон по пакету из 33 слоев с каждой стороны эту мягкую сталь прессуют ее и у вас получается 67 слоев 33 133 отличного просто клинка вообще мало кто из производителей сам занимается варкой стали как правило покупают готового сталитейных компаний относительно небольшими партиями ну как небольшими вот та же самая самурок по 8 тонн а вот здесь например ежемесячно закупает у японцев таких компаний разве обчелся это hitachi metals они сдп 189 сталь делают диада steel company kb steel company r2 по моему они готовят не помню и такив у steel corporation со своей vg-10 я сразу взялся место рубить а надо было сначала на самом деле угли запалить в принципе в стартере минут за 15 разгорается но я собираюсь сначала соус готовить и только затем уже колбаски грелись возвращаюсь к нашему барану хотя можно уже наверно сало нарезать чтобы резать вместе с мясом мне в данном случае вообще не нужна консистенция фарша как в сосисках я хочу чтобы в колбасках чувствовать довольно таки крупные кусочки вот такие странные желания теперь фашу надо приправить солью красным острым перцем подкопченной паприкой молотой зерой молотом кориандром и гранулированным чесноком можно было конечно сюда свежий порубить но у нас к сожалению в продаже есть свежий в основном китайский а там берешь эту головку жгучая ворвеглаз берешь другую а он пресный какой-то не острый совсем короче не угадаешь мы с сухими пряностями все более менее одинаково ну конечно до тех пор пока очередная партия из баночки не закончится так с фаршем разобрался пусть постоит несколько минут а я пока подготовлю продукты для будущего соуса ну и начну его готовить отлично здесь все полыхает пусть сковорода греется и сразу же оливкового масла немного но и немало ну ложки две столовых наверное будет достаточно и лук чеснок сюда а у меня есть время нарубить вот этого красавца да это тоже подкопченный перец очень ароматный человек говоря какой именно набор пряностей для соуса использовать выбор оставлю за вами я готовлю сейчас то что мне именно сейчас вот хочется возможно завтра другой набор использовал тут чистая импровизация и раз речь зашла в импровизации ощущаю что хочу сейчас положить сюда еще аниса молотого и кориандра немного анис мне придется в ступке растереть без фанатизма просто чтобы быстрее аромат отдал так сюда же привожу перец добавлю кориандра и смешаю и вот это вот чудо в сковороду в масле горячем мгновенно заиграют буквально 10-15 секунд прогреются и выложу сюда вкусную томатную пасту но вот так вот отлично и пусть теперь все медленно булькает а я пока набью колбаски вас можно переложить в колбу честно сознаюсь я за кадром добавил 150 граммов воды на килограмм этого фарша и для того чтобы колбаски были более сочные и чтобы они легче набивались через шприц баранью череву я предварительно замочил в прохладной воде она у меня на часа два или три уже там болтается отлично ну и пожалуй уже можно в один соус дома сразу же добавлю кислоты виде вину уксуса и остроты виде зеленого табаско вот так то что надо отлично пусть соус подождет сторонке на углу уже можно высыпать и на них подружаю сладкий перец не надо шкурку на нем обуглить это быстро очень даже быстро я собственно перец сейчас не запекаю а придаю ему аромат дымка то есть он станет только чуть-чуть мягче очень интересная такая текстура получается на мой вкус конечно ну и отложить его в сторонку немного остынет и шкурку будет проще снять а сюда водружаю решетку она должна прогреться как следует а а я займусь вторым соусом хотя называть его соусом пожалуй чищу смело несколько листиков мяты надо свернуть и нарезать взять несладкого йогурта ну или сметаны нежирный что у вас есть переложить сюда мяту добавить цедры лайма вот так вот выдавить немного сока из него и смешать и убедиться что все как надо отлично ну и перец таки надо дочистить нарезать и и приправить ароматом оливковым маслом винным уксусом солью на рубленом чесноком без фанатизма и можно приступать к обжарке колбасок они совсем тоненькие так что готовится очень быстро поэтому булки уже можно готовить к их приему я купил и мягкие вот такие семечками не знал что мне придет сегодня в голову и вот сейчас думаю что возьму все таки вот такие с характером раз уж импровизировать надо делать по-взрослому то обычно хот-доги из каких-то мягких булок делают и сделал такие грубятину расплассовать их вот так и в каждую выложить по ломтику подпеченного перца с дымком отлично и пока колбаски не сгорели их надо перевернуть как красота совсем недолго осталось пока подумайте чтобы вы положили сюда вместо моего набора ну или вместе с набором напишите в комментариях пора пожалуй я просто в сторону сдвину в более прохладное место возьму колбаску и сюда ее и сюда и сюда ну и чтоб совсем уж вас добить добавлю немного сыра и прогрею хот-доги на углях так чтобы сыр поплавился крышка над конечно накрыть это быстро буквально моментально все можно снимать теперь соусы и пора трескать острый немного хрустящего лука из баночки и йогуртовый соус чтобы погасить пожар готово вот такие хот-доги с восточным колоритом я себе нафантазировал так ну и можно наконец насладиться результатом хлеб снизу подпекся смотрите сверху он и был хрустящим я еще добавил хрустящести соус йогуртовый добавляет кислинку и сглаживает остроту красного соуса насыщенный вкус бараньих колбасок со свиным салом ой просто сказка друзьями просто сказка подпеченный перец отлично чувствуется с дымком в принципе вот этот самый под копченый копченый баврик который использовал она она фантастично совершенно короче вот такие хот-доги можете смело готовить и наслаждаться жизнью огромное спасибо что досмотрели отдельное огромное спасибо тем кто ставит лайки дизлайки кто репостит и делится своими рецептами в том числе и в группе вконтакте мне очень приятно с вами общаться да и напоминаю вам что если вы соберетесь завестись своим восточным помощником на кухне то по промокоду фреска на сайте samur.ru и samur.org вы получите скидку пользуйтесь спасибо за компанию всем пока